Пасух говорит прямо в начале нашего Тора, глава Береши, когда земля и небо было создано. Это слово «беги-барам» говорит наши мудрецы в трактат Монаход, 129 лист. «Беги-барам» можно понимать это слово, когда оно было создано, «бегей-барам». Мир был создано с буквой «гей». Что значит буква «гей»? Если ты смотришь на форму, как форма буква «гей», есть крыша, есть стена, а есть еще стена слева, маленькая дырка сверху, а внизу большая дырка. Говорит тому, почему такой большой дырка внизу? Почему? Потому что человек может очень легко падать с этого мира. Если мир, это «гей», это буква «гей», а если внизу, это как будто человек попадает, падает из этого мира, куда-то непонятно куда. Это на самом деле, на самом деле гумара продолжает, а почему не может, не может, почему есть дырка в левую сторону, почему есть дырка? Потому что если человек хочет вернуться к живому, он хочет вернуться в этот мир, тогда есть место, куда он может лезть. А почему не сразу, как он упал, как он может подняться? Нет, это не получится. Если упал туда, тогда не получится. Почему? Потому что, как написано в книгах Мишлей, им ле лейцем уйолыц, у лаанов митенхэйн. То есть Вишний говорит, как мудреце объясняет тот пасук, если человек находится в лейцем, вместе с компанией лейцем, насмехники, тогда уйолыц, он тоже попадает туда, то есть человек, который уже начал такой путь, тогда он падает, у него нет возможности просто так выходить. Но если он хочет, тогда Всевышний помогает его, это вот дополнительная дырка, которая сделала Богу, для того, чтобы болеть чува, люди, которые хотят вернуться в чуву, они могут туда влезть. На самом деле, есть противоречия. Почему? Потому что Хазал говорит, что ециара, как ециара работает, это гумара в шаббат, 105 лист, а как работает ециара? Ециара приходит человек и говорит сразу, ты молодой, ты молодец, ты большой цадик, я хочу, чтобы ты был в Раша. Конечно, это не работает. Нет, он говорит, делал маленький поступок, маленький такой поступок, а потом еще одно, а еще одно, а подхонки, подхонки, человек попадает в такое далокое место, что очень тяжело вернуться. Что мы видим? Что нет такого, просто человек падает резко, бум, как буква, как мараб, монаход, а это подхонки человек попадает. А как это понять, как это совместить и понимать, это две поверхности, выглядит как будто мудрецы и противоречит друг друга. Говорит Рамхайм Шмолевец в своей книге «Сихот Мусар», говорит Рамхайм Шмолевец, что да, обычно ециара не может резко вытаскивать человека от этого мира, то есть не может вытаскивать от права на место. Это работает тихо-тихо, шаг за шагом. Но есть иногда поступок, который делает человек, который сразу экспресс, экспресс поезд этого мира. Как это работает? Например, написано в Мишне трактата в Мишне трактата. То есть есть кина, кина – это зависть, есть тават – это страз, есть кавод – это почет. Эти три качества, если человек попадает в эти качества, плохой смысл не заведут, тогда он сразу попадает в этот мир. Это экспресс поезд с этого мира. Обычно, если человек просит что-то делать, что-то делал хорошо, ошиблись, ошиблись, но если ециара его захватил и он ошиблся, если он попадает в эти качества, что полностью попадает в кина или тавика – это односторонный билет, который человек попадает с этого мира. И этот человек очень тяжело ему попадает обратно. Почему мы об этом говорим? Корах написано, наши мудрецы говорят, что Корах, почему это все надо? Он был великим человеком. Он был большой человеком. А до этого момента он был вместе с Моше, вместе со всеми. А что случилось? Какой-то был историй, когда Цафан бен Узиел – это его родственник, который Моше его назначил как Наси, конечно, от именно Бога. А Корах считал, что нет, я должен быть Наси. Не он. Это кина, это зависть. То есть он завидует ролл, который получил Цафан бен Узиел. Раз говорит Мохамм Шумулевец, он попал в эту сетку, которая называется кина, зависть, тогда он попадает очень быстро. Он начинает делать безумные и безлогичные вещи, нелогичные поступки. Ходит против Моше. Как можно человек, интеллигентный человек, большой человек начинает остановить против Моше, бунтовать против Моше? Это как может быть? Это ненормальный человек. Почему? Он вышел из мира. Он попал с этого, и все, он упал. Он упал резко, и поэтому он попал. А вместе с Корах написано в нашей голове, что есть 250 человек. А как они попали? Это не Корах, это большие люди. Они люди, которые были готовы принести к Тору. Смотрите в комментарии Тора, что они хотели, что они говорили, но у них не была зависть. Они не думали, что они будут Коин Годол, что они будут Наси. Они что-то другое. А как его захватило? Вот это второй секрет. Второй секрет. Второе очень вредное качество, это называется лиценут. Что Корах сделал? Он начал собрать этот народ. Говорит, слушайте, я задавал вопрос, Моше Рабейну. Я сделал одежду, которую полностью голубой ниткой сделал. А я спросил Моше, нужно еще голубой ниткой? Цит-цит. Надо там или нет? Он говорит, да, надо. Он говорит, почему? Это все, это все из голубой сделало. Почему надо еще добавить? У меня есть дом, который полный там святые книги. А там надо музей залить? Да, надо музей. А почему? Это и так есть много свитки там. Зачем надо добавить еще? Он начинает смеяться. Он начинает дают, уменьшает, уменьшает важности и серьезности Тора. То есть он выбирает митцву и говорит, это митцву без логика. Это нелогично. Мы не должны это делать. Мы не должны это делать. Это называется лиценут. В книгах Мессиады Шарима, когда он объясняет качество зеруд, когда он говорит, одну из самых опасных вещей это лиценут. Когда человек начинает относиться не вправо на серьезность заповедей, начинает смеяться над смыслом заповедей, это очень-очень опасный поступок. Почему? Это говорит Мессиады Шарима, Брамхал говорит, это как человек, который держит защиту, но в защиту он мазает это масло. Тогда любая стрелка, которую ты хочешь туда следовать, он просто падает. Почему? Потому что масло, она делает, что ничего не может входить. Это как лиценут. Человек, который ставит лиценут, защита с масла, ничего не может заходить. Этот человек в корах ползает. Это силу, которую он называет лиценут, для того, чтобы захватить 250 человек. А раз он захватил, тогда они уже с ним, и они тоже падают. То есть это 250 человек. Он падал, потому что кино, зависть, а они падают лиценут. Что мы видим, что эти две моменты, которые очень надо осторожно быть. Во-первых, это три очень вредные качества. Это зависть, страз и почет. И еще четвертое, это лиценут. И об этом говорит по сути, когда говорит ему лицену ялуц, который в мидраж, с самого начала, когда мы начали. Что если он попадает в лиценут, очень тяжело ему обратно. Только большие люди, только с большей помощью небес может вернуться к этому маленькому дырку, к этому букве. Дорогие друзья, не забудьте подписываться на наш канал. Субскрайб, пожалуйста, нажмите, ставьте лайк, подписывайтесь. Спасибо большое. Шабар шалом.